Итак, ребята, сейчас мы перейдем к фундаментальным движениям Неваза. Важность наших фундаментальных движений в Неваза заключается в том, чтобы они были простыми и давали подвижность во всех позициях в Неваза. Так что, прежде чем мы начнем говорить о специальных приемах, давайте рассмотрим некоторые движения, которые вы можете выполнять самостоятельно или делать их в групповой тренировке в ДОЖУ. Итак, первое движение, которое мы будем делать, это креветка. Некоторые из ключевых моментов, на которые следует обратить внимание, это разобщенность моих бедер. Мне необходимо делать большое движение бедра. Я буду двигаться по татами в том направлении, куда направлена моя голова. Я собираюсь подтянуть ногу к тазу, а затем оттолкнуться, отталкиваясь бедрами и используя руки, как будто я отталкиваю соперника от себя, и таким образом использую это движение для перемещения по татами, затем на другую сторону. И возвращаюсь назад. Очень важно, чтобы при выполнении этих упражнений у нас не было привычки просто держать тело на прямой линии. Я могу толкать свое тело просто по прямой линии, по татами. Но нам необходимо менять угол наклона с помощью бедер, создавая свободное пространство в этом месте. так что каждый раз я буду стараться, чтобы мои ноги были близко к тазу и, отталкиваясь бедрами, двигаюсь по татами с вытянутыми руками, как будто здесь есть воображаемый соперник. Итак, это креветка или эби по-японски. Другой вариант этого движения – это обратная креветка. Поэтому мы будем двигаться в том направлении, куда направлены наши ноги. Мы начинаем двигаться с одной стороны, используя локоть и пятку, поставленные на татами. Затем мы постараемся поднять бедро как можно выше, чтобы мы могли начать двигаться в сторону ног и приземлиться на татами с другой стороны, коснувшись локтя, колена и пятки. и обратно в другую сторону. Итак, это была наша креветка и обратная креветка. Далее давайте немного разберемся с тем, чтобы нам было удобно, когда мы используем перекаты через шею. Нам необходим определенный комфорт, когда мы будем перекатываться с одной стороны через заднюю часть плеч, заднюю часть лопаток на другую сторону. Мы можем делать это разными способами. Для начала достаточно просто сесть в положение. Когда ноги слегка согнуты, руки могут держать лодыжки, если вы можете держать лодыжки, если, конечно, вы немного моложе, чем я. Затем наклонитесь в сторону вниз и, коснувшись локтем татами, опускайте плечо и перекатывайтесь через заднюю часть ваших плеч, переходя на другое плечо и другой локоть, касаясь по-прежнему татами. Итак, мы должны оказаться в точно таком же положении, но немного сместившись в сторону. И вновь обратно в другую сторону. Посмотрите на меня. Если вы следите за моими ногами, я стараюсь не позволять ногам отрываться от татами. Таким образом, когда я перестаю касаться татами, я начинаю катиться в другом направлении. Я как будто хватаюсь ногами за татами, поэтому, когда я перекатываюсь на локоть и плечо, мои пальцы ног все еще касаются татами. И потом в другое положение. Еще один простой вариант, который поможет нам привыкнуть к перекатыванию через заднюю поверхность плеч. Этот вариант немного сложнее предыдущего. Мы начинаем из этой позиции, которую я люблю называть позицией «одна нога – одно колено». И я думаю, что это очень важная позиция для контроля в невазе. В этом положении мы также можем практиковать перекатывание из позиции «одна нога – одно колено». Итак, отсюда я снова собираюсь использовать руку, локоть, плечо и заднюю поверхность плеч. Я начинаю с левого колена, оно внизу, а правой – вверху. И когда я опускаюсь, я прохожу по задней поверхности левого плеча и перекатываюсь на правое плечо, заканчивая в позиции правым коленом внизу, а левым коленом вверху. Одна нога – одно колено. Здесь я не перекатываюсь через спину, поэтому моя спина никогда не касается татами. Если вы внимательно смотрели, то вы увидели, что только моя рука и задняя часть плеч соприкасаются с татами. «Когда я буду перекатываться таким образом, то это движение будет простым для меня». Пара других позиций, в которых очень важно чувствовать себя удобно. Я думаю, это очень важно, чтобы чувствовать себя уверенно в дневной вазы. Это научиться держать равновесие. И один из способов, с помощью которого вы можете это сделать – это просто раскачиваться. Раскачиваться вперед-назад, не касаясь руками или ступнями-татами. Я могу начать чувствовать, где находится мой баланс. Так я могу начать использовать свои руки, как будто я пытаюсь кого-то схватить. Так что я могу качаться назад-вперед, я даже могу найти свою точку равновесия, походить немного на тазе, не касаясь татами, руками и ногами. Это еще одна хорошая позиция для того, чтобы чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений в дневной вазе. Этот небольшой перекат поможет нам перейти в позицию «одна нога – одно колено», о котором мы говорили чуть ранее в теме контрольной позиции в дневной вазе. Так что перекатитесь на спину, сядьте «одна нога – одно колено», мой таз хорошо и близко прижат к татами, мое туловище хорошо подтянуто и выпрямлено. Вот так я не нахожусь в хорошей контрольной позиции. На самом деле, вы даже можете немного передвигаться по татами, вот так, чтобы вы смогли улучшить свою подвижность на татами из этой позиции – «одна нога – одно колено». Хорошо, последняя пара наших фундаментальных движений в дневной вазе. Мы также можем, и, наверное, очень важно научиться делать хорошие мостики, так что мы снова приводим ноги близко к тазу. Бедра хорошо и высоко подняты, руки тянутся так далеко, насколько это возможно сделать. Я могу сесть обратно в такое положение равновесия и сделать мост. можно даже подняться, двигаясь на пальцах ног и вернуться в исходное положение, чтобы начать снова. Так что я могу перекатиться вперед, одна нога – одно колено, вернуться назад на мост, пройтись на пальцах ног вокруг и вернуться в хорошую начальную позицию. Итак, очень много хороших и очень важных позиций, в которых нужно уверенно себя чувствовать в дневной вазе. Еще одно, что я покажу вам, это моя любимая позиция. Возможно, она выглядит глупой и смешной, но, опять же, очень важно думать о том, как мы двигаем своим телом, как мы создаем пространство и силу, особенно в защитных позициях в дневной вазе. Так что это упражнение я называю «Лосось вокруг кревет». Итак, необходимо лечь на бок с выпрямленными ногами и вытянутой рукой. Теперь необходимо поднять ноги вверх, скользя по татаме в сторону руки и, возвращая их назад, потянуть свое собственное плечо очень легким и резким движением под себя и сделав это движение по кругу. то же самое я могу проделать с другой стороны. Выглядит немного глупо, даже кажется глупым, но позже мы увидим, почему это очень важное движение в дневной вазе. И последнее, что мы сделаем в этом видео. Мы снова начинаем думать не только о положении равновесия сидя на тазе, но и о том, как мы можем разъединить наши руки и ноги и как мы можем получить некоторое движение. Поэтому, пока я раскачиваюсь зад-вперед, я начинаю крутить руками в одну сторону, а ногами в другую и таким образом я могу двигаться по татаме. Если я хочу сделать это немного более взрывным, с большей силой, я могу попробовать сделать большие прыжки по татаме, как будто пытаюсь взлететь, используя всю силу моего тела, мои руки, мои ноги, мои бедра, чтобы двигаться по татаме. Итак, конечно же, не все движения вам нужны, но некоторые движения, которые вам понравились, вы можете включить в свою разминку, вы можете делать самостоятельно в дадзё, и это даст вам действительно хорошую основу для некоторых техник дзюдо, которые мы собираемся рассматривать в дальнейшем. Если вы хотите увидеть другие очень качественные фундаментальные движения Неваза, посмотрите раздел Канамару на супер старт дзюдо, там есть несколько отличных фундаментальных движений, некоторые из тех, что мы уже рассмотрели сейчас. Большое спасибо, ребята!